Всем привет! Я сегодня хочу заняться своими цветочками. У нас, знаете, такая погода. Дня три как-то дожди шли с переменными просветлениями. Дождь пройдет, потом солнышко выглянет. Опять дождь пройдет, выглянет солнышко. И так на протяжении всего дня после дождя тепло становится. У нас год из-за дождя два дня без прогулки. Вчера успели вырвать окошечко с утра. Когда не было дождя, буквально час вышел на улицу, погулял и сам зашел. Бегом-бегом, только-только зашел и начался дождь. И такой недовольный на улице ходит, потому что он не любит, когда травка мокрая и лапки у него мокрые. На деревьях тоже полазил, а там листва вся влажная, капельки капают. Он залез, ругается, ворчит. Это так интересно наблюдать за ним, просто удивительно. Недовольный такой вид. И даже вот говорят, у животных нет эмоций на мордочке. Они не показывают. Ну, видно эту эмоцию, что он недовольный. По глазам это видно. Хотя вот вроде мимики нет, да? Ну, по глазам видно, что он недовольный. Ворчит. Домой пришел, лапы помыла. Он покушал после прогулки. Всегда идет отдыхать на кровать. Лег на кровать. Мы в зале находимся. И слышу, мяукает. Но я потом поняла, что он так ругается. Выговаривает свое недовольствие о погоду. Вылизывает свои лапы и ругается. Вот. Вслух. Вообще такой интересный кот. Короче говоря, ему осталось только слова научиться произносить. И все остальное он все знает, все понимает. Про цветы же говорю. Ну, как не сказать про кота. Сейчас он на улице гуляет. Мне нужно немного земли подсыпать в горшочке. Потому что земля уже утрамбовалась. А так я их периодически, через 10 дней подкармливаю. Разными подкормками чередую. В общем, показывают свои цветы, как они выглядят. Цветы перенесла уже на кухню. Буду здесь с ними заниматься. Они у меня стоят. Часть на окне в зале, часть на балконе. В этом горшке растет герань красная и белая. Я уже в том году показывала, как она цвела. Очень красиво. То есть, кустик этот старенький. Я его обрезала. Сейчас он заново цветет. Уже несколько раз я срезала цветочки, которые, ну, обцветают. Хлорофитум, смотрите. Тоже старенький. Хотела все пересаживать его. Молодые посадить. Куда-то отсаживать. Потому что у меня еще есть куст хлорофитума. Много. А выбрасывать жалко. И не стала пересаживать. Подсыплю, пусть еще порастет. Вроде листики нормальные, хорошо выглядят. Здесь тоже белая и красная герань. Обрежу. У которой уже отцвели. Там цвет новый набирает. И на пол. Видите, как земелька уже уплотнилась. Поэтому хочу подсыпать. Частенько девчата спрашивают, какую я землю использую для цветов. Мне нравится теравита. Иногда я покупаю просто универсальную теравита. Потом стала покупать цветочную для цветов. Очень хороший грунт. Мне понравилась эта земля. Если, например, цветочной нет, универсальная тоже подходит. Одна земля. И все насыпаю. Ни с чем не смешиваю. И сажаю цветочки. Но в этот раз мне просто захотелось. Я никогда этим не пользовалась. Вермикомпост. Какой-то. Биогумус. Короче говоря. Хочу немножко смешать земелька и подсыпать цветочки. Для этих целей взяла. Потому что тут написано, что питательный грунт. Такой универсальный органический продукт для почвы. Тут, в общем-то, написано для цветов, как нужно использовать. Все тут понятно. Можно даже просто его подсыпать, не смешиваясь с землей. И один к одному смешаю. Начну с герани. Мне почему-то удобнее руками подсыпать, чем лопаткой. Сразу много захватываешь. Я цветы вчера поливала чистой водой. Без всяких удобрений. Чтобы земелька была влажная. Почему так сделала? Хочу сегодня еще подкормить. А подкармливают все цветочки по влажной земле всегда. Чтобы не было так травматично для корней. Как раз почва обновится. Сверху будет отлично. Как бы аккуратно ни делала, все равно земля высыпается мимо. Но ничего. Это приятное занятие. Я люблю с цветочками заниматься. Могу весь день с ними разговаривать. Ухаживать за ними. Моя любимая герань по цвету. Тоже немножечко. Хотя здесь полное кашпо. Хочется обновить немножко сверху. Это герань у меня дворовая. Я уже рассказывала, что во дворе увидела. Как она цветет. Маленький-маленький. От росточек отрывала. Прям вот такой маляпусенький. Я даже не думала, что приживется. Смотрю, корешочки дал. Я в воду ставила. И вот какой костик уже. Уже несколько раз у меня он цвел. Но почему-то она не сильно такая густая. У нее листва не очень обильные. Мне хочется много-много ее развести. Лавровый лист подсыпать не буду. Там вообще полное все. Цветочки, какие нужно, земелькой подсыпала. Сейчас буду делать подкормку. Удобрение у меня есть. Такое я про него тоже показывала. Очень нравится. Универсальное для всех комнатных растений. Мне не подходит. Есть здоровье и красота. Я их чередую. Здоровье уже применяла. Сегодня я буду использовать красоту. Еще мне нравится вот такое удобрение. В садоводческом магазине покупаю. Слабое развитие корневой системы устраняет. Если листики желтые какие-то, больные, тоже все болезни устраняет. Ржавые пятна на лиц устраняет. Это удобрение я использую. Когда вижу, что листики желтеют. Какое-то вялое растение. Ну, как недомогание, если есть. Еще нравится мне агрикола. Тоже чередую такие вот. Иногда свои делаю удобрения. По-разному все. Нету одного, чтобы одним только пользовалась. И все. Потому что всем цветочкам нужно разное питание. Так же, как и нам. Перед применением каждый раз взбалтываю очень хорошо. Вот этот мерный колпачок. Для корневой подкормки 10 миллиграммов достаточно. Половину. Вот так. Раз. На полтора литра воды. Вот в эту тыковку, лейку тыковку, входит как раз полтора литра. Я уже измеряла. О, земли до самого верха насыпала. Немножко впитается. Так, теперь сюда перейду. Красавишну мою. Все свои цветы я поливаю в обязательном порядке один раз в неделю. Потому что у нас очень сухой воздух. И солнечная сторона. Жарко. Эта герань у меня королевская. Она уже у меня второй, наверное, год или третий. Точно не помню. Вот этот кустик. Но я его обрезала. Поэтому такой маленький. Цветет очень-очень мало. У меня в том году она цвела, ну, не знаю, 2-3 цветочка я не могла дождаться. Такая красивая, сочная листва. А цветов нет. И вот она у меня зацвела, конечно. Очень красивый цвет. Он, кстати, похож на этот. Но с каким-то рисунком ярко-маленьким. Малиновый, что ли. Мне, девочки, написали. В общем, потом, когда цветет, обрезаешь. И на следующий год она будет обильно цвести. Много и красиво. Вот, на следующий год. Представляете? Лето на дворе. Даже не вижу, чтобы что-то, что-то здесь образовывалось. Ни бутончиков, ничего. Опять же, очень долго. Не знаю, в чем причина. Так выглядит здоровый, хороший. Я ее в том году отводки сделала. Сколько у меня там их было? Не знаю, штук, наверное, 5. Хорошо прижились. Но, опять же, не цвели, не цвели. Я взяла их во дворе, высадила. Во дворе я тоже видео снимала, как они цвели. Обильно, красиво, мощно. В квартире не хочет цвести, все. Ну, не хочет. Вот, пожалуйста, второгодка. Ничего подобного. Тоже, наверное, во двор высадила. Что тебе, красавишна, надо? Не хочешь цвести никак. Лаврушечка у меня, видите? Здесь серединки уже листики срезанные. Я то в суп отрежу, то еще куда-нибудь добавляю. Они вот здесь огромные. Здесь срезанные. Очень ароматный лавровый листик. Скажу про него сразу, потому что новые зрители могут спросить, когда рассказываю про лавровый лист, спрашивают, как его вырастили. Я его не вырастила. Я его купила маленьким-маленьким деревцем. И оно у меня уже вот такое вымахало. Пишут некоторые, что очень долго растет. Но я не знаю, есть ли у него условия комфортные, очень быстро. Как листики даже это вот пыли. Потому что у окна стоит, окно открытое. И пыль летит постоянно. Поливаю его, кстати, чуть чаще. Не один раз в неделю. Может быть, даже два раза в недельку. Потому что он хорошо воду пьет. Верхушечку обрезала. Здесь было, наверное, штук шесть. Вот таких молоденьких отросточек. Я их тоже, а вот видно даже, да? Обрезала. Ну, чтобы эти были более мощными. Все, водичка у меня закончилась. Сейчас еще буду разводить. Когда много зелени вместе, так красиво все смотрится. У меня этот хлорофитум стоял на окне в зале. Потому что там солнышко ему, и он лучше растет. А на кухне, когда солнца мало, особенно в зимний период, осенний, ну, листики не такие сочные. Он как бы немножечко хереет. Поэтому я его переношу. Сейчас вроде солнышка на кухне достаточно. Поэтому хочу его на лето сюда опять переместить. Второй тоже. Ну, потому что вот эти красивые отводки. На окне ему уже места маловато. А на стене они будут замечательно смотреться. Ну, вот посмотрите. Ну, не красота ли? Зеленая, насыщенная. Очень нравится, когда отводочки так свисают. Занимаюсь цветами. Окно открыто. Пение птиц так слышно. И, знаете, ощущение такое, как будто я нахожусь в каком-то саду цветущем. Включаю воображение, как будто действительно я в саду большом, огромном, где много цветов красивых, ароматы, роз. Слышно вам пение птиц? И здесь какая красота будет у меня теперь все лето находиться. Замиакулькас тоже полью с удобрением. Меня девочки спрашивали про замиакулькас, мой любимый красавчик. Сколько поливаете раз в неделю? Я поливаю его обязательно один раз в неделю. Когда показываю про цветы, ну, не обхожу мимо него. Все время рассказываю. Вы посмотрите, какие мощные побеги молодые дает. Один, второй. Покупала его маленьким-маленьким кустиком. Тоже видео показывала, какой он изначально был. Он у меня очень быстро начал расти. Быстрейшим образом. Я даже сама удивилась. Потому что у меня был раньше тоже замиакулькас. Рос очень-очень медленно. Этот, я не знаю даже, что с ним такое. В принципе, так же ухаживала одинаково все. Клубеньки у него торчат. Может, вот видно. На клубеньки прям поливаю, смачиваю их водичкой. Но я не заливаю. Ну, как бы, умеренно так, умеренно. Ему хватает на недельку. Хотя все советуют. Не любит поливов частых. Не любит опрыскиваний. Но у меня он все любит. Я его опрыскиваю тоже один раз в неделю. Ну и аспарагус тоже заодно все подкормим. Высаживала сюда хлорофитом от водочки. Три штучки. Они вообще не растут. Ну и не дряхлеют. Сидят в одной паре. Потому что, видать, им темновато. И все-таки аспарагус создает вот эту тень. Ну и сидят, и сидят, и пусть сидят. Растут. Главное, что растут понемножечку-то и все. Тоже такой пушистенький, красивый. Я его раньше стригла. Делала стрижечку разную. А сейчас перестала стричь. Он у меня растет. Пушится и очень длинные веточки. Ну все, цветочки полила. Теперь я буду делать опрыскивание. В общем, сегодня им полная программа удовольствия. Хочу опрыскать их водичкой с лимонной кислотой. Периодически развожу лимонную кислоту, опрыскиваю. С лимонкой где-то два раза в месяц, один раз в месяц. Этого достаточно. На пол-литра воды лимонной кислоты беру половинку. Вот так. Даже меньше половинки. Все на глазочек. Хорошо взбалтываю, чтобы лимонная кислота растворилась. Она растворяется быстро. Но вода всегда у меня отстоявшаяся для цветов. Не холодная. Я в бутылки набираю, потом наливаю. В леечку и поливаю. Либо иногда с бутылок прям поливаю. Либо когда подкармливаю, в бутылки удобрения всыпаю. Или наливаю, если жидкое удобрение. И с бутылок полутора литровых очень удобно. Видите, как не нравится ему по мокрой травке? Осторожно выгуливает. Видите, как разговаривает? Это он недовольство свое выказывает. Мокрота не нравится. Зато на улице такая теплота, влажная. Дождичек прошел. Очень хорошая погода. И не жарко, не холодно. Прям все-все-все умеренно. Зато мошек просто немереное количество. Комаров нет, а мошки одолели. Я приготовила средство от комаров и мошек. Оно у меня уже готовое, настоялось. Представляете, что-то вылетело на прогулку. Смена караула. Кота. Забыла намазаться средством. Но я потом покажу, какое. Так, просто поторопилась. Занималась сегодня цветочками. Я сейчас вот стою и думаю, что же я про него не вспомнила. Просто отмахиваюсь от этих мошек. Сейчас еще приду. И буду цветочки опрыскивать. Это мы просто по времени гуляем с котом. Он отгуливается за эти дни, которые просидел. Дожди, когда шли. Ну, вчера, правда, он погулял, но мало-мало, потому что дождик захватил. Он бегом-бегом сам в подъезд забежал. О-о-о, погнался. Это он тонус делает. Все. Сейчас домой его вообще не зазовешь. Тим, как сова сидишь? Давай, Тим, давай, спускайся. А то меня уже мошки заели. Давай, спускайся. Я к нему повернулась. Он отворачивается. Тебе тоже мошки заели. Вон на носу сидит. Слазь. О, Тимка, за глаз тебя хватанула, мошка. Вон, даже шишка. Шишка. Шишка надулась. Фу-фу-фу. Ничего так в этом году мошкары. Лучше бы комарики летали. Комарики хоть в глаза так не лезут. Мушки прям вообще одолели. Может, домой пойдем? М? Че скажешь? Не хочешь домой еще? Ну, Тим идет. А сорока на него ругается. Сидит на ветке. Да, скажи, че орут они так, да? Тут одна на гараже сидит. Короче, тут их целая стая. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ой, Тимка, тебя вообще мошки закусали весь нос. За сороками тоже так интересно наблюдать. Они и ругаются иногда между собой. Прям так вдруг на дружку напрыгивают. Что-то делят. Ну, видать, разные кланы у них тоже. О, все, куда-то полетели. Даже интересно смотреть, как он идет. Осторожничает. Я ему, когда говорю машину, он останавливается, стоит, ждет. Когда, например, собачка бежит. Но у нас таких собак дворовых, ну, которые, ну, без хозяев, практически не бывает. Очень редко. Да это я, я. Не боись, это я. Не пуши свой хвост. Потому что мне девчата тоже пишут, как вы его отпускаете, что тут и коты ходят, разные, и собаки. Мы всегда находимся рядом. Караул меняем летом. Он у нас под присмотром. И все слова он понимает. Например, если стою, он стоит. Иди, он идет. Ох, это я, не бойся. Это я завкнулась. Не бойся. Дим, не бойся, иди. Любой шорох сразу раз так хвост пушит. И останавливается, осматривается внимательно. Как я люблю за небом наблюдать. Вот если бы не мошки, села бы на пенек и смотрела, смотрела. Тимоха пришел с прогулки, лапки помыл и теперь кушает. Он потом все кусочки, которые упали, съедает, чтобы на полу было чисто. Если тарелку сразу не уберу, пустую, подходит и начинает загребать. Чтобы я убирала все, не оставляла посуду грязной, стоящей долго. Вот такая у нас. Система. Вот я сегодня нагулялся, наверное, за все дни, которые дожди были. Он просто скакал по деревьям там с одного на другое дерево. Ходил, ходил. Даже не присел. Чуть-чуть, наверное, так вот сядет, передохнет и дальше. Путь-дорогу. Короче, круги мы нарезали сегодня хорошие. Проголодался. Он, кстати, утром проехал, а сейчас ест. Еще время не обед. Сколько времени? 11 часов у нас дня. Пришла с прогулки кошачьей. Выгулялись. Буду заниматься дальше с цветами. Вроде мошки лицо не накусали, веточкой отбивалась, отбивалась. Но это что-то в этом году. Прям вот атака мошек. Средство-то стоит. Сейчас я его покажу. Вот оно мое средство. Но знаете, я сначала хочу попробовать его на себе, как оно будет действовать эффективно или нет. А потом уже расскажу и покажу, как его делала. Настой этот. Потому что что сейчас зазря говорить, да? Сейчас, да, опрыскаю цветочки, потом пойду в душ. У меня сегодня душевой день. Пока с котом гуляла, кислота полностью лимонная растворилась. Но она, в принципе, очень быстро ее прям сразу разболтала, и все можно опрыскивать. Помещаю в раковину лавровый листик, ну, чтобы сильно не брызгать на столе. Кстати, лавровый лист очень любит опрыскивание. Со всех сторон листики хорошо, стволик хорошо опрыскивает, земельку. Сразу такой радостный стал. Даже маленькие молодые листочки затвердели буквально за секундочку. Нравится им такая процедура. Герань я опрыскиваю не так часто. Ну, сейчас уж раз занялась всеми цветами, можно ее немножко. Герань же мы высаживаем на улицу, и дожди идут, листики намокают. Она на улице вообще вот таким пышным цветом цветет. Я белую высаживала на улицу, так вот такие огромные цветы были. Мне писали, что нежелательно или нельзя опрыскивать герань. Я опрыскиваю. Герань, когда опрыскала, если солнечный денек, пусть листики немного впитают воду, чтобы не было ожога солнечного. Либо хорошо опрыскивать в пасмурную погоду, либо рано-рано утром, пока солнышко не встало, либо вечером, когда солнышко уже село. Фокус тоже очень любит опрыскивание, причем с лимонной кислотой. Он просто обожает лимонку. Ну, сороки опять на улице ругаются. Тут недалеко гнезда ихние, поэтому совместа ими летают. Холорофидум тоже побрызгаю. Лавровый лист сразу на окно поставлю. Потому что здесь тенек в уголочке, ему комфортно. Остальные цветочки пока здесь обсыхают. Сейчас солнышко уйдет на другую сторону. Я поставлю герань на балкон. Фикус на окно в зале. Опрыска аспарагус. Тоже очень любит опрыскивание. У меня весь флакончик, вот этот полулитровый, уходит на опрыскивание всех цветочков. Если даже остается, я в землю поливаю остатки. Ну, конечно же, замиокулькас. Как же его не опрыскивать? Обязательно, обязательно. Один раз в недельку опрыскиваю. Лимонку он тоже очень любит. Ну, я не каждый раз повторюсь, лимонную кислоту делаю. Просто обычной водой опрыскиваю. Я его периодически поворачиваю к солнышку, чтобы ветки немного равномерно распределялись. А то в одну сторону бывает наклонятся, а потом повернешь как-нибудь, они тоже разворачиваются к солнышку. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, мои цветочки сегодня полностью получили и питание, и душ питательный. Прекрасно себя чувствую. Всем самого доброго, крепкого здоровья и благополучия. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok